Привет! В этом ролике будет несколько математических анекдотов, которые, возможно, не совсем будут понятны школьникам. Но беспокоиться не о чем, если что, я все объясню. Так нам удастся совместить смешное с полезным. Впрочем, анекдоты, на мой взгляд, не очень-таки смешные, поэтому я записал вот такой вот опознавательный сигнал. По нему вы точно поймете, в каком месте нужно смеяться. Итак, вашему вниманию первый номер. А вот в наше время на 30 копеек можно было купить комплексный обед. Ага, чисто мнимый. Ну, с этим анекдотом все просто. Каламбур созвучности слов комплексный и комплексный, особенно если неправильно ставить ударение. Как известно из 106 ролика, например, комплексные числа содержат в себе и действительную часть, и мнимую часть. И нельзя сказать, дайте мне, пожалуйста, две и тарелки супа. Нет в природе мнимых чисел, понимаете? Если да, то следующий номер. Математик видит у филармонии афишу о выступлении камерного оркестра и из любопытства решает заглянуть. Но через несколько минут выбегает разочарованный. Тривиальный случай. К равно трём. Тут, ребят, если непонятно, дело такое. Представьте, что вас просят изобразить точку с координатой 3. Наверное, вы это сделаете на числовой прямой. А вот если бы эта точка имела бы два параметра, наверное, вы бы её изображали в двумерном пространстве, то есть на плоскости. В том случае, если кроме абстисса и ординаты будет ещё указана аппликата точки, то рисовать таковую стоило бы в нашем родном трёхмерном пространстве. А что, если точка будет описана ещё неким четвёртым параметром? Да ничего страшного, для математиков это такая же родная размерность. И этот градус можно было бы повышать сколь душе угодно. Если параметров будет k штучек, то, стало быть, работать мы будем в k-мерном пространстве. Думаю, теперь понятно, чем же не угодил камерный оркестр математику. Уморительная шутка под номером 3. В бар заходит бесконечное количество математиков, и такое бывает. Первый просит литр пива, второй просит половину, третий просит четверть литр пива. И, глядя на это, бармен кричит «Прекратите, остановитесь!» и наливает им два литра пива. Здесь всё очень легко. Не иначе, как в 78-м ролике мы с вами поняли, что сумма вот такого вот ряда, один плюс одна вторая, плюс четверть и так далее, равна двум. Бармен, судя по всему, тоже этот ролик смотрел, и поэтому сразу по бесконечному количеству стаканов разлил два литра пива. Молодец, бармен, что ещё сказать? В качестве бонуса с меня ещё два анекдота, которые не нуждаются в комментариях. Вопрос. Как узнать, что математик – экстраверт? Ответ. Такой математик при разговоре с вами смотрит на кончики не своих ботинок, а ваших. Умер Эйнштейн, попал, ясное дело, в рай. Принял его Господь, сказав, «Альберт, есть ли у тебя ко мне какие-нибудь вопросы?» На что учёный заинтересованно ответил, «Есть, конечно, есть! Задавай, можете вы написать мне формулу того, как вы всё это создали?» «Могу». Бог подошёл к доске, взял мелок и стал писать. Писал час, писал другой, и вдруг Эйнштейн говорит, «Одну минуточку, тут же ошибка!» На что Господь сказал, «Да знаю я, знаю!» Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!